ДАРТС ДАРТС Летучий шотландец Гарри Андерсон, представляющий сборную Шотландии, как это неудивительно, двукратный чемпион мира под артс. Выходит на эту сцену, померится он силами с Стивом Ленноном, который буквально несколько минут назад сотворил одну из главных побед в своей жизни. Ключом стал загистья 131 во втором лэгипарного поединка. Я надеюсь, на этом кураже Стив Леннон продолжит свое выступление. Ну а Гарри Андерсон просто в фантастической форме. Все свои поединки он сыграл с набором выше сотни. И нас просто ждет. Он неизбежен в матче на гроссмейстерском уровне. Даже несмотря на то, что в финале нет ни англичан, ни голландцев. Только сборная Шотландии и сборная Ирландии. Вот на ваших экранах графика. Весь путь шотландской сборной. И путь этот был достаточно комфортным. В каких-то моментах, конечно, пришлось поднапрячься. Но для ирландцев, конечно, этот матч, наверное, будет матчем жизни. Хотя их путь к финалу можно назвать... Любой матч можно назвать матчем их жизни. Действительно, Ирландия стала главным непредсказуемым соперником. И главной сенсацией на этом чемпионате. В финал мы будем играть несколько по другим правилам. Нет, 501. Все та же игра. Играем мы до четырех побед в лэгах. Но вот количество встреч для того, чтобы выиграть финал изменилось. Теперь нужно выиграть три игры. И соперники начнут с двух личных встреч. Стива Леннона, Гарри Андерсона и Вилли О'Коннерс играют против Питера Райта. А затем соперники поменяются. И уже Стив Леннон сыграет против Питера Райта. А Вилли О'Коннерс играет против Гарри Андерсона. В случае, если в этих поединках будет зафиксирована ничья 2-2, состоится снова матч. Преимущественно для нас в формате 2 на 2. И он уже будет решающим. И он уже будет за титул абсолютно точно. Нужно выиграть три поединка из пяти. Да, конечно, очень сложным предстоит матч. Тем более, что позади достаточно эмоциональный и очень тяжелый матч. Особенно у сборной Ирландии. И вот тут уже нужно собрать все свои силы, всю концентрацию. И, конечно, сборная Шотландии. Мы уже нарекли шотландцев командой, которая не прощает соперникам их ошибок. Но пока ошибается Гарри Андерсона. Всего лишь 22 в наборе. И в логе на своем начале. Хороший шанс со старта взять с места в карьер у Стива Леннона. Нужно попадать в минимум одно утроение. Всего лишь 58. Тяжело, прежде всего, в эмоциональном плане будет ирландцам. Много сил, много эмоций затратили они в поединке против сборной Нидерландов. Более дежурной, более спокойной выглядела победа шотландцев над японцами. Они не особо упорствовали. Но, как знать, может быть, тот кураж, ту волну классного дартс, которую поймали ирландцы, они смогут продлить еще на несколько поединков. И это, может быть, в конце концов будет достаточно для того, чтобы поднять головой заветный трофей. Подход 140 в исполнении Леннона был неплохим. И сейчас есть такой достаточно хороший шанс для того, чтобы завершить лэк в свою пользу, но уже нет. Сикстрин. Тем не менее, Гарри Андерсона в логинце в начале даже не на окончании. 175 не закрывается. У Стива Леннона будет минимум два тротика на удвоение. Так много отбросил третий тротик в сторону центра Гарри Андерсон. Прикосно все понимает. Леннон, два тротика на удвоение. 20. Удвоение 10. Все хорошо было именно с этим удвоением. В предыдущих поединках для Леннона хорошо закончился сейчас. С 1-0 сборной Ирландии впереди уже не скажешь, что сенсационно. Да, уже точно не назовешь сенсацией. Хотя, если они сегодня завоюют трофей, я думаю, что еще долго будут говорить об этом невероятном прорыве команды, которая никак не считалась фаворитом. И уж тем более они здесь были несеянными. Да, это правда. Но, может быть, по результатам этого года сборная Ирландии окажется сильной. Хотя рейтинги, я так понимаю, формируются из суммы индивидуальных показателей игроков. Там у Стива Леннона и у Видео Коннора не все так гладко. Даже несмотря на то, что Вилли выиграл первый титул профессиональной дарс-корпорации в этом году. А Стив Леннон отобрался практически на все главные турниры корпорации. Тем не менее, набранных очков, набранных денежных средств пока недостаточно для того, чтобы сборная Ирландии получала легкую сетку в начале Командного Кубка мира. Ну, кто знает, возможно, вот такой их интересный перформанс на этих соревнованиях, по-другому не назвать, даст толчок к новым совершениям в их индивидуальных разных турнирах. И они смогут набрать нужный рейтинг, и, может, это выступление их вдохновит. Я даже больше чем уверена, что так и произойдет. Что касается перформанса, то ни разу не играли между собой Стив Леннон и Гарри Андерсон. 0-0 с чистого листа самого важного, ключевого матча Командного Кубка мира. Начинается история их почного противостояния. Вот это да, очень интересно. Действительно, тут уже нельзя брать в расчет никакие статистики. Действительно, чистый лист перед нами. И на наших глазах пишется новая история. 107 может закрыть. Сейчас Стив Леннон нужен. Топс, третий тротик не попадает. В удвоение 20, тем не менее, очень сложное окончание у Гарри Андерсона. 156, Леннон обязан будет закрывать Топс. Патер оказывает давление на своего соперника. Летучий шотландец, 28. И решил почему-то оставить он. Это не так важно. Судьба Лега по-прежнему в руках у Стива Леннона. Ну что, любимое удвоение 10? Да, он закрывает очередной Лег в свою пользу. И 2-0. 2-0, и засучив рукава, Гарри Андерсон берется за дело. Два по 60, а в сумме 140. На своем начале нужно обязательно играть именно подобным образом. Есть у тройни 20, и у Леннона 20 и 60, 140 в ответ. Да, и когда как не сейчас браться шотландцам за этот матч, поскольку, ну, со счета 0-3, уже печальная статистика, мы каждый раз отмечаем, что никто не отыгрывался со счета 0-3. Попытки, конечно, были. Попытки достаточно красивые, весомые, но все же не удавалось. Но ирландец просто сейчас настроен очень решительно. Гарри Андерсон, тем не менее, не оставляет соперников шансов в Леге на своем начале. Можно сыграть его за 11. Получается, Дротиков за три подхода оставляет он 85. Бороться здесь с Тио Леннона будет крайне и крайне сложно. Есть 60, есть еще 60. Нужно бросать вниз. Такое делается. И 177, он тоже на окончании. 129, говорит Гарри, я здесь, далеко не уходи. Удвойне пяти, третий Дротик. Легко и просто. Ну, не так легко и просто, конечно, наверное, в эмоциональном плане. Конечно, ты величайший профессионал, и он обязан был закрывать этот Лег в свою пользу. Но я думаю, что давалось это ему эмоционально очень тяжело. Леннон 140, отличный уровень игры, демонстрируют дартсмены. Гарри, два по 60, 180. Да я, когда играю в компьютерный дартс, не могу столько очков набрать, как они это делают в реальной жизни. Лена, нужно что-то отвечать своему визави. Есть утройния 20. Сотня в сумме. Отлично. Гарри, почему бы они сделали 9 Дротиков в финале Кубка Мира. Будет красиво. Есть два утройния 40. О, попадает во второй Дротик. Да, 140. А мне показалось даже на секунду, что совсем из мишени выскочил третий Дротик. Нет, удержался, повезло. Срикошетил немножко. 94. 94, тем не менее. Стив первым добирается до окончания. Гарри удачно переходит вниз. 96. Поймал он свою игру, тяжело. Дальше будет бороться Стиву Леннону. Но нужно попробовать закрыться сейчас. 167. Такие большие окончания. Никто еще не закрывал на Кубке Мира. И все меньше времени остается для того, чтобы сделать это. Хорошо, приходит 18-й сектор. Стив Леннон, 74 очка. Но даст ли ему шанс Гарри Андерсон? Снова удвоение пяти. И снова в цель. 2-2. Не дает шансов тогда, когда нужно атаковать. Андерсона уже и ничто не может удержать. Блестяще. Блестяще. Закрывает очередной лэг в свою пользу Андерсон. И нужно на такой же волне, на таком же настроении начинать очередной лэг. Лэг под номером 5. 44. Не так уж прям, чтобы хорошо получилось. У шотландца... Возможно, надо было выдержать какую-то паузу. Как-то разделить. Предыдущую серию окончания предыдущего лэга с началом этого лэга. Как-то, возможно, поторопился немного. Ну, возможно, конечно. Но я обычно не даю совета двукратным чемпионам мира подать. Да, мы можем так... Ну, как бы, это рассуждение вслух. Это ни в коем случае не совет. Леннон попробует зацепиться за лэг в начале соперника. Удачный переход. И 134 от ирландца в нужный момент. Гарри. 47. Второй неудачный подход. Владимир на своем начале. И уже инициатива за Стивом Ленноном. Нужно укреплять преимущество. Есть 60. Не очень уверенно дротик торчит в тройне 20. Поэтому приходится бросать вниз. И 174 очка. Он первый на окончании. 133. Гарри в тяжелом положении. Ничего себе. Брайкануть сейчас может ирландец. 180 составляет Гарри. Набрать можно. Закрыться нет. Это значит 6 дротиков. На победу в лэге на начале соперника будет у этого молодого человека. Самый важный турнир в его жизни. Прямо сейчас 40. После этого подхода Гарри не закроется. Но может оставить Топс. Так, видимо, и будет. Максимальное давление на Стива Леннона. Ну что, Стив. Возможно, Топс, конечно, не получится. Но удвоение... Нет! Я уж думала, что пойдет на удвоение своей любимой десятки. Но нет, закрывает. Первым же дротиком закрывает удвоение 20. И выходит в лидеры. И сделал брейк. Леннон. Ну что же, один маленький шажочек остался Стиву Леннон. 3-2. Впереди в этом поединке. Нужно делать... Выигрывается Лэг на своем начале. Делать игру. Небольшую паузу делает Андерсон. 21 утроение есть. 2 утроения. 140. Есть одно поражение по ходу этого Кубка мира. Первым индивидуальным матчем у Стива Ленна. Проиграл он буквально только что. Майкл Ван Гервин, а Гарри Андерсон пока без поражений. Все соперники были обыкновены. Сейгаса, Ким Хайбрекс, Магнус Карис. Да, и, по-моему, подобных ситуаций не возникало еще у Андерсона, когда он в середине матча, ну, уже ближе к концовке, был в роли догоняющего. Да и вообще никто у Гарри Андерсона больше двух-то лэгов не брал. 43. Возможно, ключевая ошибка Гарри в этом поединке. Сохраняет преимущество в лэге Стив Леннон. 2 утроения. Будет отличным подспорьем для победы. И они находятся в 19-м секторе. 134 очка, 110 у Леннона. Гарри нужно обязательно подать минимум сотню. Есть 1 утроения 20. Сотня. Сотня есть, да. Программа минимум выполнена. Но сейчас очень важный момент для Леннона. Есть 60. Будет один тротик на топс у него. Привыкли мы, что он выходит именно туда. Закрывает первопытки Стив Леннон. Стив Леннон 4-2 и сборная Ирландии вывела в этом финальном поединке Стив Леннон в первом же матче против Гарри Андерсона сумел победить его. Да, у Конора пришлось дважды взглянуть в сторону своего напарника. Что выиграл, что правда, что правда это произошло. Да, это произошло. Ирландцы продолжают свое победное шествие на этом турнире. И, возможно, они прокатятся катком по очередной сборной фаворитов. Ну что ж, сборная Ирландии 4-2 и 1-0 матчевые встречи. Хорош. Стив Леннон обыграл Гарри Андерсона. Но мы с Нитя Пеннием ждем начала второго поединка. И вот так, без раскачки, сразу же мы ныряем в пучину второго поединка. Снэйк Байт, что на русский можно перевести, как укус Мии, выходит на эту сцену. Питер Райт, мы видим, что готов к вечеринке, а готовы ли вы к ней? О, да, мы готовы, конечно, мы настроены. У всех настроение будоражащее. Но, конечно, у Райта сейчас сложная задача предстоит. Неожиданно начинают ирландцы. Неожиданно очень дерзко. И как здорово сегодня выступал у Конора в полуфинальном матче. Ну что ж, начинаем, начинаем вечеринку. Да, заводит публику. Хотя публика уже и так на взводе. На взводе и ваши комментаторы. Напомню, что меня зовут Анастасия Кольцова. Рядом со мной эксперт Александр Агапов. И мы в предвкушении развития событий в этом матче. И уже, уже творится на наших глазах история. 1-0. Ирландия впереди. Ну что же, Райт. С непроницаемым О'Конором, который при плохой игре, при хорошей игре всегда сохраняет одно и то же лицо. Ну конечно же, не мог не отреагировать Вилли на эту прогулку Питера Райта с левой стороны сцены на правую. Ну это традиционный выход знаменитого шотландца. Теперь осталось это настроение перенести на линию бросков. Вилли О'Конор предельно сосредоточен. Впрочем, как и всегда. Начинать будет, кстати, ирландец. Это также небольшое преимущество. Всего лишь два раза между собой играли Вилли О'Конор и Питер Райт. Вот предыдущая встреча датирована, боже мой, 2012 годом, тогда сильнее оказался Райт. А в 2010 году, во время UK Open, сильнее оказался Вилли О'Конор. Очень давно это было. В общем-то, давно все забыли, когда в последний раз между собой играли О'Конор и Райт. Ну что ж, финальный матч в самом разгаре. Противостояние под номером 2. И неплохо начинает 140. Ну что, Райт, насколько хорош он будет в этом поединке. Выиграл он в своем матче у Харуки Мурамасу. С небог и с каким набором. В районе 90. Был он откровенно плох в своем поединке против Дениса Нильсена. Светлым пятном в его деятельности на этом Кубке Мира. Матч против Дмитрия Воденберга. И там Райт действительно сыграл очень-очень сильно. 110 на 3 дротика. Опять же вопрос, какой будет Питер Райт сейчас? С Вилли О'Конором мы более-менее определились. Он готов. Он находится в отличной форме. И готов продемонстрировать свой лучший дартс. Какого же Питер Райт сейчас? Ну хотя у О'Конора тоже были некоторые проблемы в матче с Австрией. Почему-то вот как-то у него не заладилось. Хотя он всегда свои ошибки реабилитирует потом в противостоянии 2 на 2. Все-таки назвать какой-то матч откровенно провальным в его исполнении мы не можем. С другой стороны, у О'Конора все-таки живой человек. Да, безусловно, здесь все живые. Как оказалось, Иван Герман живой человек. Тяжело все-таки держать одинаковые уровни на протяжении достаточно продолжительного турнира, коим является командный кубок мира по дартс. Ну, безусловно, хочется ему вложить все самое лучшее из своей игры именно в это противостояние. И обеспечить как минимум игру 2 на 2. Ну а там, чем черт не шутит. Может быть, и закончить этот поединок. Вильюс по 21 будет пытаться закрыть, естественно, Булл. Третий дротик! В 25 полетел он. Райт также через центр мишени будет разыгрывать 91. Вряд ли он будет бросать в утрене 17. Есть 25. Будет у него один дротик на Булл. Ну или на удвоение 9. Смотря куда впадет, удвоение 9 на брейк. Да! Делает это! Здорово, очень эффектно завершает первый лэг в свою пользу. Итак, немного удивлен Вильюс Коннор. Не самое простое удвоение. Не всегда дартсмены отрабатывают именно удвоение 9. Но Питер Райт оказался точен. 1-0 он повел в этом матче. Первый набор пока 60. У Коннора сейчас будет сложно. Он свое начало упустил. Ну, 134. Хорошо он переходит вниз. Вставай, если любишь дартс. Традиционная кричалка для самых главных дартс-арен по всему миру. Не любить дартс в этот вечер просто невозможно. Столько сенсаций. Классных игр мы с вами наблюдаем. И я уверен, что еще есть что сказать этому турниру для дартс-фанатов. Да, все, конечно, переполнены эмоциями. Все на ногах. Но нужно сконцентрироваться на своих бросках у Коннора, пока это не зашло слишком далеко. Ну, 60 от Райт. Такое тоже бывает. Как-то я вот все жду, жду в предвкушении того, что Райт наконец взорвется в этом матче и начнет показывать более какие-то результативные подходы. Ну, вот как-то я жду от него прямо большего, жду больше инициативы в этом матче. Сотня. Ну, пока хорошая, солидная игра, тем не менее, все равно. У Питера Райта, да, может быть, не блещет он, как Гарри Андерсон. Но тот там провел отлично весь турнир, а в финале свой индивидуальный матч уже один проиграл, хотя до этого набор меньше сотни даже не показал ни разу. А матч против Леннона закончил с результатом 94, но Стив наоборот прибавил 98, и этого оказалось достаточно для того, чтобы обыграть полуфиналиста чемпионата мира. В булл попадает. Да, и будет один дротик на удвоение 16 у Виллио Коннора. Так, зажмурился он. Думал, может быть, открою глаза, а все-таки удвоение кажется, дротика нет. Вилли, к сожалению, это так не работает, и реальный шанс оторваться в счете в этом лаге есть. У Питера Райта нужно попадать сейчас в удвоение 20. Нет, тоже рядом. И тоже хотелось глаза зажмурить, прям настолько это все было близко, но нет. Есть еще один шанс. Да, и попадает. Браво, Вилли, делают обратный брейк. И все встает на свои места. 1-1. Три лага нужно ему взять еще. Ну, или попросту говоря, выиграть, например, три лага на своем начале. Сложная задача. Пока не доволен стартом в этом лаге. Но, опять же, все шансы, которые у него были в предыдущем лаге, он использовал. Обратный брейк – это очень важное событие в этом матче. Вилли есть. Утроение 20. Еще 60. Будет ли максимум? 180. И по этому показателю Билли О'Корн официально с этой секунды лучше на турнире. А вот как! Здорово! Очередная написанная история в этом матче и на турнире в целом. Кто бы мог подумать, ирландский спортсмен. Мы могли бы ожидать этого от Ван Гервана. Могли бы ожидать, наверное, может, от Андерсена. 130. Достаточно комфортно. Преимущество в этом лаге. Если райс сейчас 180, конечно, не зарядит, а он может. Есть в троине 20. Еще 60. Ну, давай! 140. Есть. Болл. Нужно еще раз попадать в центр мишени. 25. Не закрыться, но спокойно оставляем Топс. И ждем, что ответит Снэйкбайт. А Снэйкбайт может ответить. Нужно подать утроение 17, если хочется закрыться райта. Но вышли эти дротик. Не самое любимое число среди дартсменов. 17. Частенько не может мимо утроение. Но Коннор. Топс. Уверенно. С первой попытки 2-1 делает он счет в своем противостоянии против Питера Райта. 140. Вилли играет с набором в районе сотни. Райт немножко отстает 95. Но в целом игра равная. Кто бы мог подумать. Вилли О'Коннор. Да, конечно же, он говорил. Ребята, я нахожусь в фантастической форме. Что-то у меня не получается. Мне немножко не везет. Но трудно было ему поверить, на самом деле, до старта этого турнира. А тут действительно оказывается Вилли О'Коннор в фантастической форме. Играет на уровне лучших дартсменов мира. И Стив Леннон поддерживает его. Закрывает большие окончания. Так что успех сборной Ирландии, в общем-то, неудивителен. Хотя поверить в это, даже не то, что до старта турнира, даже в начале этого дня было очень и очень тяжело. Да, и, конечно, и Райту сейчас нужно бороться со всеми своими демонами, которые внутри него сейчас и со своим невезением. И обязательно нужно брать этот лэг, потому что со счетом 1-3 также будет очень-очень тяжело. Учитывая, что команда сейчас уступает со счетом 0-1. Ну, Райту комфортные условия для того, чтобы закрывать сотни. Даже топ-стоп решил сыграть Питер Райт немножко. На публику какую-то острую необходимость этого делать, наверное, не было. Вилли прилично подотстал. Можно в 134 попасть, чтобы немножко напрячь своего соперника всего лишь 96-148. Очень сложное окончание. Райт, одно из любимых удвоение. Удвоение 20. Хороший маркер и пользуются им шотландец 2-2. Да, действительно, очень равное противостояние как и по настрою, так и по результативности. И тем интереснее будет ожидание концовки этого матча. Потому что, ну, кто знает, как Шотландия может вообще себя почувствовать, как они будут бороться при счете 0-2. Например, конечно, это опытные бойцы, но со стороны таких соперников, ну, можно ожидать 0-2, например, от голландцев. Можно было ожидать, ну, от кого еще? Кто мог еще пройти теоретический финал? Ну, Австралия, ну, кто, возможно. Да, англичане, если бы не встретились в Сиронске. Ну, англичане, да. Англичане, ну, вот с такими соперниками, с которыми ты встречаешься вот первый раз в жизни, да, мы с чистого листа видели первый матч в этом финале. И вот чего ожидать при счете 0-2 от соперника? Вот это, конечно, тоже очень интересная ситуация. Да, интересный аспект игры. Есть уже знакомые соперники, которые, знаешь, как с ними играть, как с ними бороться. Да также тот же Ван Гервин, ну, вряд ли что-то новое тебе преддемонстрирует. Ты его уже изучил как оппонента. Как оппонента Вилео Коннор Райт, может быть, и успел изучить, но, наверное, уже забыл все-таки. Почти 8 лет прошло с момента предыдущего матча. Многое поменялось в этом мире. Поэтому нужно заново привыкать к стилю ведения игры оппонента, к его темпу, к его ритму. Да и, в принципе, любой профессиональный игрок так или иначе понимает, на что способен его соперник. Условно, может он под гарантией закрыть, там, не знаю, тремя дротиками 40 или нет. Перепроверяет, по-моему, второй бросок. Райт. И, да, недоволен, недоволен немножко мне показал, что прям вот такие вот эмоции досады сейчас демонстрирует Райт. Хотя мы привыкли, что этот человек всегда остается супер сконцентрированным и на таких более положительных эмоциях. Хотелось бы, конечно, оставить 96, 110 посложнее. Окончание на два дротика не раскладывается уж точно, в отличие от 96. Нужно попадать у троения. У троения 18 будет бросать Райт. Нет, по проволочке ниже. Ну и у троения 20 не попал так же. Например, похожий подход, что был и у Коннора. 48, 52 схожие окончания. Но первым попытается закрыться ирландец. Ирландец. Два дротика на любимое удвоение 16. Хороший маркер Вилли. Сейчас главное не дрогнуть. Дрогнул. Ну что ж, есть прекрасная возможность у шотландца сейчас как-то реабилитироваться за предыдущий не очень неудачный подход. Удвоение 20 и закрывает. Да, такой прощать было нельзя. И так выдыхает Стив Леннон. Хорошие шансы были, да. У Виллио Коннора ничего не скажешь. Ну теперь нужно будет играть на максимуме в логе на начале соперника. Первый набор достаточно неплохо. 140. Ну знаем мы на что способен Виллио Коннор. Иногда бывает. 117 он сыграл против Робокросса. Сейчас результаты скромнее. Но нужно показать максимум-то всего лишь на дистанции два лога. Не хотелось бы, чтобы он уже ментально проиграл этот поединок. Хотя все козыри были у него в рукаве. Выигрывали два лога на своем начале. И судьба матча была бы решена. Ну нравится то, что происходит у доски Гарри Андерсону. Да он заинтригован. Он безусловно заинтригован. И конечно сейчас немножко упала и концентрация из-за расстройства прежде всего Коннора. Из-за расстройства то, что предыдущий лэг у него был упущен. И никак не может взять себя в руки. Но от Райта мы ждем подобных серий. Конечно, 140. Очень уверенный результат. С 12 третиков может закрыть этот важный лэг шотландец. Вилли наконец-то проснулся. Кто-то разбудил из зала, видимо, у Коннора. 134. Но как бы поздно не было. Райт уже на окончании есть. 60. Не будет рисковать сыграть через тройни 16. Так и есть. Даже в тройни 8 бросал. Ну да, он же обычно на 40 выходит. Выйти вторым дротиком не получилось. Но третьим почистил. Оставил хорошее удвоение. Вилли сотню не набрал. Сложное окончание. 157. Шансов на успех в этом лэге практически нет. Даже если Райт сейчас не закроется. 157. Будет очень тяжело закрыть. Но Райт со второй попытки реализовывает добытые в предыдущем лэге преимущества. 4-2. И счет в этом матче в противостоянии стал 1-1. Шотландцы возвращают себе статус-кво. Умница Райт от начала до конца оставался сконцентрированным. Хотя начало для него было очень тяжелым. И казалось, что никак не взорвется. Никак не хватало ему эмоций для того, чтобы показать результат. Но очень стабильно выступил и сравнял счет в этом противостоянии. В финальном противостоянии Ирландии и Шотландии. 1-1. После двух противостояний в личных встречах Стив Леннен обыграл Гарри Андерсона. 4-2. С тем же счетом Питер Райт оказался сильнее Виллио Коннора. Третий поединок во многом ключевой. И именно сейчас как-то сыграют пары. Да, мой любимый вид программы, как говорится. Но то, что я ожидала победы от Райта, Снейк Байт сегодня не подвел и оправдал мои ожидания. Я вот думала, что именно сегодня в финальном матче он проявит себя как несгибаемый, просто несломляемый, несломленный боец. И действительно так и произошло. А вот в паре 2 на 2, что произойдет? Вот это тоже вопрос, потому что ирландцы себя сегодня очень классно проявили именно в этой борьбе. Да, несмотря на громкие имена в сборной Шотландии, все-таки ирландцы, на мой взгляд, являются небольшими фаворитами в играх пар. Очень уж уверенно они сыграли свои поединки, все свои парные поединки на этом Кубке мира. Степленн отлично закрывал, Виллио Коннор помогал там, где мог. В общем, все гармонично сложилось в этой паре. Чуть хуже играли шотландцы, но, в общем-то, всего один раз, да, они сыграли в паре. Это был матч первого раунда против, забыл даже, а, сборной Дании. Ну, как хуже, 5-0 они тогда выиграли, но все-таки сборной Дании это не показать. Да, но несмотря на то, что в противостоянии с Австрией и ирландцем пришлось как-то, ну вот, в частности, у Коннора реабилитироваться немножко за свой индивидуальный матч в матче парном, то сейчас он провел достаточно уверенный матч и, может, сохранил настрой и концентрацию, и сейчас даже еще более хорошо проявит себя в матче 2 на 2. Сотня от Райта. Ну что, Вилли удачно переходит вниз, 134. Немного жаль, что не смог он выиграть свой поединок у Питера Райта. Да, действительно, хотелось бы посмотреть, как шотландцы бы играли в условиях, когда отступать уже было некуда, да и некому, по сути. Пара – это очень сложный формат для любого профессионального игрока, а все игроки на этой сцене – профессионалы. Просто у кого-то получается чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Все свое мастерство и все свое умение нужно проявлять именно сейчас. Другого такого шанса, возможно, в карьере даже ни у кого из них не будет больше. Райта снова недоволен своим подходом, всего лишь 60 и не сдерживает своих эмоций. Хотя характер остается у него несгибаемым, несмотря на то, что действительно сложные моменты переживал в своем индивидуальном поединке. И продолжаются такие же достаточно неприятные моменты и в игре 2 на 2. Гарри с высоты своего игрокского опыта не бросает в булл, оставляет он топс. Питеру Райту заметили, да, что не в 18 бросил третий дротик Гарри Андерсона в 10. Знает, что его напарник лучше всего бросает именно в удвоение 20. Конечно, не бог вести, какая мудрость, но об этом нельзя забывать, когда играешь. Сменил позицию перед третьим броском Райд и закрывает, закрывает третьим дротиком удвоение 20. Да, здорово, сейчас выступили как команда шотландцы, друг другу подсобили. Леннон удачно переходит вниз. Такое впечатление, что в 19 секторе у ирландцев получается лучше, чем в Утрене 20. Ну, можно сказать, что в Утрене 20 такой больше английской, красного цвета, зеленая ирландская все-таки внизу находится. И там именно львиную часть очков в последнее время ирландцы и собирают. Точно верно подмечено, но пока у Куннера есть одно удвоение, второе и 140. Райт, похоже, решил отдать этот лэк ирландцам, причем самостоятельно, не спросив Гарри Андерсона. 26 очков всего в наборе, такой любительский результат. Я дома так бросаю, 1, 5, 20, сердечки проскакивают такие наборы. Да, ну и конечно по реакции было заметно, что совершенно была неприемлемая ситуация для Райта. Тем не менее, Андерсу надо стараться всеми силами как-то спасать ситуацию. Мало ли, что может произойти в дальнейшем. Хотя ирландцы уже проявили себя как очень серьезные соперники, которые тоже могут порой не прощать ошибок своим оппонентам. Райт нужно исправляться. Дротик упорно не желает идти в утроение 20. Вот только сейчас третьи попытки. Попадает он в нужный сектор. Тем не менее, у ирландцев будет 6 дротиков на закрытии 109. Нужно в утроение 19. Ну что, в утроение 18 должен бросать Леннон, зная, что Коннор в основном бросает в левую часть мишени. 32, 16. Это его окончание. 85 от Гарри Андерсона. Есть свобода выбора у Коннора. И он почему-то выходит не на 32, а на 40. И очень далеко от цели полетел второй и третий дротик. Питер Райт. Можно спасти этот лэк для своей сборной. 96. Нужно попадать первым дротиком в утроение 20. Есть два дротика. На удвоение 18. Удвоение 9. Да! Вот это да! Второй раз в этом матче. Удвоение 9 переносит важную победу в лаге именно Питеру Райту. Это брейк. Ну что, сборная Шотландии наконец-то удастся, может, прерывать эту череду невезучих финалов. Дважды они играли в решающем матче командного Кубка мира. Оба раза оступались. Когда, как не сейчас, реализовывать тот бешеный потенциал, который есть в этой национальной сборной. Да, конечно, Райт красавчик. Я просто восхищаюсь его характером. Вот сам наошибался, ну, грубо говоря, вот так накосячил, честно скажем. И сам исправился. Как здорово завершил очень важный лаг в пользу шотландцев. И сейчас достаточно такой хороший пока старт в лаге под номером 3. Но не собираются сдаваться ирландцы. Естественно, они будут бороться до последнего. Они уже проявили себя тоже как самые серьезные бойцы. Пока у Шотландии очень такое хорошее преимущество. Есть одно утроение. 137 наблюдают за этим матчем Доусон Маршал и Кайл Андерсон. Но, тем не менее, ирландцы еще не оказывались на этом турнире в роли догоняющих. Посмотрим, как они поведут себя в этих обстоятельствах. Но, на самом деле, тяжело складывается для них поединок. Очень-очень хороши шотландцы. 32 закрывает райд. Все у него получается на удвойник в этом матче 2 на 2. И в одном шаге шотландцы от того, чтобы повести в счете 2-1. Но с 0-3 будет крайне тяжело отыграться ирландцам. Да, и тем не менее, руки опускать не стоит. 20. Есть одно утроение. Два утроения. 140 в исполнении Андерсона. Ну а что? Что можно сделать, если соперник играет так сильно? Особенно предыдущие три лэга. Понятно, что Вилли О'Коннор будет бороться до последнего. Но и он не безгрешен. 81 всего в сумме. Ну, третий-четвертый лэг поединка шотландцы проводят просто блестяще. Да, ну что сделать? Ну, наверное, в данной ситуации просто сохранять лицо. Выступать как команда, которая действительно достойна финала. И при любых обстоятельствах нужно выживать максимум из этой ситуации и продолжать бороться. 59. Да, пока, конечно, не все получается, но определенные выводы. Потом уже наверняка будет какой-то разбор полетов после финального матча в любом случае. Да и просто поделиться впечатлениями, выплеснуть оставшиеся эмоции, если таковые останутся. Надо обсудить все, что пережили сегодня. А целую жизнь, наверное, пережили сегодня ирландские спортсмены. Да, этот уикенд они определенно не забудут. Наверняка будут пересказывать в многочисленных историях, в компаниях, родным, близким, внукам. Да кому угодно. Петра Райта, заявка на то, чтобы закончить этот поединок уже в этом лэге. Напомню, что спортсмены играют не только за титул чемпионов мира в команде фактически, но еще за неплохие призовые. Победитель получит 70 тысяч фунтов на двоих, но проигравший будет довольствоваться 40 тысячами фунтов. Ну, в принципе, тоже неплохие деньги. Хороший утешительный приз, да, согласна. Но, мне кажется, при таком финале сегодня действительно не будет проигравших. Да, они делают это. Бескомпромиссное завершение борьбы 2 на 2 в пользу шотландцев. И они отрываются в счете в финальном матче. Сейчас становится 2-1 в пользу Шотландии. В шаге сборной Шотландии от победы в турнире. Возможно, как раз сейчас они снимут то пресловутое проклятие финалов, который, видимо, принес с собой Питер Райт в эту команду. Все-таки Гарри Андерсон побольше выигрывал чемпионских титулов. У Райта именно финалов очень много. Надо же когда-то переламливать неудачную традицию. И кто же у нас выйдет следующим на эту сцену? Решится, наверное, в ближайшие минуты. И, я так понимаю, что Виллио Коннор и Гарри Андерсон. Почти полностью приобрела окончательное очертание турнирная таблица командного Кубка мира. Кубка мира осталось нам определить самые важные победители турнира. 2-1 сборная Шотландии. Впереди противостояние с ирландцами. Немножко ошибся не Виллио Коннор и Гарри Андерсон. Сейчас поднимутся на эту сцену. А Стив Леннон и Питер Райт. Но, возможно, для интриги в этом противостоянии так даже лучше. Все-таки Стив Леннон выиграл свой поединок. И смотрится он немного увереннее, чем Виллио Коннора. А там, глядишь, если ирландцы сейчас сравняют счет, то и Вилли попробуют обыграть Гарри Андерсон. Игроки уже на сцене. Начинать будет Стив Леннон. Это определенное преимущество. Вот его угол поддержки, скажем так. Мощный очень, я бы сказала, угол. Но, с другой стороны, Райт набирает обороты в этом матче. Он выиграл свой индивидуальный поединок. И очень классно реабилитировался в борьбе 2 на 2. Поэтому он сейчас является, наверное, таким очень характерным и главным соперником в этой команде. Ну, если можно так сказать. Потому что, действительно, у Райта была просто отличная результативность. Да, казалось бы, по ходу турнира, что Райт слабое звено. Не всегда он мог подтащить и помочь Гарри Андерсон. Ну, а вот, глядишь ты, по ходу финала Гарри Андерсон смотрится не так эффективно. А Питер Райт, наоборот, выходит на главные позиции в этой команде дважды до этого момента. Встречались между собой Питер Райт и Стив Леннон. Первая встреча состоялась в феврале 2019 года в рамках премьер-лиги. Я не шучу. Стив Леннон никогда, в общем-то, не принимал участие в столь престижном турнире. Но Гарри Андерсон был вынужден сняться. Была придумана оригинальная схема проведения первого раунда, где на протяжении каждой из недель новый соперник появлялся в премьер-лиге. И вот Стив Леннон сыграл свой матч против Питера Райта, проиграл его 5-7. Ну и вдогонку, через полтора месяца, получил еще свое на европейском этапе про-тура в Германии. Питер Райт обыграл его и там 6-2. То есть у Леннона пока нет ни одной победы над Питером Райтом. Ну, опять же, сегодня было очень много таких моментов, когда опровергались всяческие статистики, когда первые номера менялись местами со вторыми номерами и когда главные фавориты уступали темным лошадкам. Было всякое. Возможно, нас еще главные удивления ждут в этом матче. Почему бы и нет, пока Райт не выполнил то, что было задумано. И снова какие-то такие негативные эмоции проскочили на его лице. И достаточно такое сложное окончание сейчас будет. Ну, был, кстати, уверен, он попадает на протяжении сегодняшнего вечера. 25 тоже неплохо. 17 и Топс. Попал 17? Не вижу. Вроде да. Удвоение 20. И туда у него, по-моему, залетает как два дротика из трех. Это совершенно точно. Сознательно вышел на 40. Но, правда, с 82 при первом падании в 25 по-другому и не будет. И начинает следующий лэг Питер. В первом же дебютном лаге поединка решил на основную задачу. Выиграл лэг на начале соперника. Да, конечно, когда Питер Райт ходит на удвоение 20 для его соперника, это, можно сказать, такое расстройство, да, тоже пережить такую моральную травму, такой прессинг. Ну, в рамках одного матча это достаточно малая такая ситуация в сравнении с общим результатом. Но, тем не менее, он уже знает, что соперник вышел на главную, заключительную, свою любимую позицию и будет ее реализовывать. Это, конечно, тоже очень тяжело, но, возможно, максимум 180. Молодец, Стефленнон. Не тушуется он в компании Питера Райта. Пытается бороться в лэге на начале соперника. Казалось бы, Райт полностью контролирует ход второго лэга матча. 140, теперь сотня. Он первый на окончании, но есть уже определенные надежды на успех. И у ирландца нужно подать два утроения в этом подходе. Есть одно из сотни. Сорвало он третий дротик. Было видно по его мимике. 122 на 130. Первым будет пытаться закрыться Снэйкбайт. Змеиные укусы не закроются. В единицу отправляет он первый дротик. Такое бывает даже и у великих игроков. Да, сегодня ничего только не было. И у Питера Райта тоже было всякое. Но он смог, он всегда находил в себе силы реабилитироваться за свои же ошибки. Так было и в индивидуальном матче, и в игре 2 на 2. Возможно, сейчас тоже тот случай, когда нужно отвечать за свои же поступки. Вполне реально. Любимое удвоение 20. Что творит? Что творит? Остается только разводить руками, пожать плечами. Да, да, мы этого ожидали. Это Питер Райт. Это его любимое место на мишени. Удвоение 20. И хорошо, так уверенно, достаточно повел со счетом 2-0. Надо посмотреть, что там творится сзади мишени. Не зря ее меняли до начала поединка. Может, там магнит какой-то специальный установлен, где удвоение 20. Райт туда с завидной регулярностью отправляет свои дротики. Ну, конечно же, дартс, спорт для честных людей, для джентльменов в первую очередь. Коим является и Питер Райт, и Стив Леннон. В общем, добродушная атмосфера творится на протяжении всего командного Кубка мира. Был там небольшой инцидент в стане сборной Уэльса, но это скорее внутренние разборки на внешнюю сцену. Они никак не выплеснулись. Райт в шаге от того, чтобы принести долгожданную победу своей сборной на командном Кубке мира. Осталось-то совсем немного. Выиграть два лего у Стива Леннона. Это вполне возможно. Да, с одной стороны немного, а с другой стороны шаг размером с пропасть. Пока расслабляться не стоит, поскольку... Ну, действительно, пока нет настроения у Леннона, он свое сегодня, наверное, отборолся. Все, что мог, все, что от него зависело, он сделал. И в предыдущем матче, и в финальном. И 180! Но когда так выступает Райт, конечно, здесь остается соскребать только остатки своей воли и попытаться еще что-то изменить в этом матче. Лекл в своем начале пытается спасти Стив Леннон. 96 удачно переходит вниз. 164. Почему бы не отметиться большим закрытием Райту? Пока 100% у него в этом матче есть у трене. 19. И туда же нужно отправить второй дротик. И не получилось. Но, тем не менее, может комфортное удвоение оставить Питер Райт. 92 в наборе. 72 в остатке. Леннон. Одна из последних возможностей зацепиться за победу в этом поединке. Да и во всем финальном матче. Да, в предыдущем наборе веры было мало. Да и сейчас видно, что куда-то, куда-то настрой улетучился. Но действительно оказал жесточайший прессинг на своего соперника Райт. И у него сейчас есть прекрасная возможность очередной лэг завершить в свою пользу. 32 набрано. Утвоение 20... Выше цели. Неожиданно. Во многом. Неожиданно. Леннон непривычно долго готовится к этому подходу. Прекрасно понимает он всю важность. Два дротика на топс. Первый мимо. А вторым закрывает. Два-один, но нужно делать брейк. Стараться сыграть на максимуме на начале соперника. Питер Райт ошибается первым дротиком. И уже наклевывается первая возможность для ирландца. Ух ты, какая серия неудачная в исполнении Райта. Ему снова придется брать все в свои руки, свои же ошибки, исправлять по ходу этого лэга. Если сейчас, конечно, за игру всерьез не возьмется Леннон, поскольку у него были проблемы с настроем, уже практически упала вера в себя и в свою игру. Ну а с другой стороны, на этом Кубке мира Леннон проиграл только действующим чемпионам мира и то со счетом 3-4. Так что, скорее, комфортно он себя чувствует в матчах 1 на 1, нежели чем это доставляет ему какие-то неприятности. Другое дело, что чисто эмоциональные ирландцы уже выхолощены. Были одежда три большие и великие победы, не побоюсь этого слова, обыгранные англичане и голландцы. Ну, чтобы еще за два дня обыграть еще и шотландцев, три ведущие Дартс нации, ну это очень и очень сложно. Да, тем более в состоянии постоянного преследования своего соперника и тем более сейчас Ирландия отстает в общем счете в матче. Это, конечно, также давлеет над ним, но он проявил себя, конечно, уже как боец. И, тем не менее, сейчас у Райта наклевываются такие нежиданные проблемы, потеря концентрации на какой-то момент. И, возможно, сейчас появляется очень хороший шанс у Леннона исправить ситуацию и, наконец, вырваться из этой роли догоняющего. Но, по крайней мере, в борьбу на равны. Это ключевой подход не только у этого матча, но, может быть, и всего турнира. Райта нужно попадать в утроение третьим дротиком, что он и делает. 91 в сумме. Тяжелая ситуация для Стива Ленна. Будет, конечно же, через булу разыграть. Он 125. Центр мишени или зеленые хотя бы есть. 25 нужно в утроение 20. И удвоение 20. Других вариантов не дано. Нет, и будут ли еще варианты, и дойдет ли очередь до Леннона, но все сейчас будет зависеть от вот этого замечательного, яркого спортсмена, который сегодня продемонстрировал потрясающую игру. Удвоение 16. И да! Ну что ж, приветствуем. Приветствуем очередную победу. 3-1 еще. Гипотетически есть шансы у Стива Леннона. Правда, будет очень тяжело остаться в этом матче. Я не знаю, что должно произойти. Но, тем не менее, да. Так долго шли к этому шотландцы, чтобы сейчас оступиться. Честно говоря, даже не верится почему-то в это. Такое впечатление, что просто дело техники. Довести дело на победы здесь Питеру Райту и Гарри Андерсону. Но довести победы все-таки необходимо. Да, здорово, конечно. Очередная классная концовка в исполнении Райта. И я еще раз хочу отметить его характер. Действительно, наравне с такими не очень внушительными подходами, у него были разные ошибки, он потом концентрируется и выдает блистательные окончания. Просто концовки, которые можно назвать образцово-показательными в данной ситуации, в данной нервной ситуации, когда Шотландия в шаге от своего исторического завоевания титула. Ирландия в шаге от своего исторического завоевания титула. Питер Райт впереди 3-1, блистательно завершил предыдущий лэг, ведет 2-1 в матче сборная Шотландии. И вот осталось буквально даже не шаг, полшажочка сделать до главного титула, ну, по крайней мере, в карьере Питера Райт так точно. И, конечно, сейчас переживают очень и болельщики сборной Ирландии, которая провела просто блистательный турнир, прокатившись по всем фаворитам в этой турнире таблице. Ну, нам показывают и Андерсон, и, конечно, его эмоции, которые он уже не может сдерживать. Любимое удвоение 20. Два дротика на матч остается у Питера Райта и хватает одного. 4-1 победа в этом матче Снэйкбайта Питера Райта. Степленан вынужден пожать руку. Сейчас на эту сцену поднимется Гарри Андерсон, напарник Питера по сборной Шотландии. Историческая, весомая, столь важная и необходимая победа сборной Шотландии. Разбавили они эту унылую компанию англичан и голландцев. На первой строчке победителей Командного Кубка Мира. Ну, и так делится сувенирами с болельщиками Питера Райта. Снимает он оперение со своих дротиков. Можно это будет за неплохие деньги потом продать на аукционе. Чемпионские, чемпионские. Здорово. Долго шли из какого-то под трибуного подмещения напарники по команде. Ну, все, теперь можно обмениваться эмоциями, приветствовать друг друга. И действительно, финал был на загляденье. Да что там говорить, весь турнир был на загляденье. Сколько было сенсаций, сколько красивых моментов, сколько неожиданных событий, драмы, веселья. Все было, и, конечно, мы приветствуем всех многочисленных болельщиков, которые стали свидетелями исторического события. И борьба Англии и Голландии, которая пророчилась с начала турнира, она не получилась, но как же было интересно наблюдать совершенно другой финал. И эти ребята подарили нам замечательный праздник. Испытывали, конечно, сборные Англии и Голландии определенные проблемы до начала. Этот турнир, он все-таки не верил, что они не смогут навязать борьбу шотландцам. Да никто из них даже в финал не вышел. Такого представить было практически невозможно. Еще четыре дня назад сборная Ирландии фантастический результат показала. Второе место, также лучший результат в истории этой сборной. Ну и начинаем мы церемонию награждения. Что первым вынесут? Кубок или чек, интересно? Вот он, главный трофей. И медали о бронзовых призерах, кстати, наградили. У нас бронзовый призер это Япония и Голландия. Нет, на Кубке мира награждают первые два места. Сборная Ирландии получает свои медали серебряные, но с таким золотым отливом. Обыграли они и действующих обладателей Кубка мира, обладателей четырех Кубков мира. Они также прошли, обыграли австрийцев. В общем, сделали практически все, что могли, но не смогли преодолеть самые сложные препятствия по ходу этого турнира. Первое место, заслуженная победа впервые в своей истории. Командный Кубок мира под арт уезжает в Шотландию. Приветствуем этих ребят. Замечательно, очень стабильно провели турнир. Выступили как настоящая команда, взаимодействовали друг с другом. Ну, просто настоящие профессионалы, великие игроки. Что здесь еще добавить? Гарри Андерсон через боль сыграл этот турнир, но сыграл просто фантастически. И когда, казалось бы, Гарри дал слабину, его поддержал напарник Питер Райт выиграл. Он оба своих индивидуальных поединка, да и в паре был просто хорош. Так что этот финал можно назвать именем Питера Райта, ну а весь турнир именю Гарри Андерсона так уж получилось. Приветствуем еще раз чемпионов. Спасибо, что вы были с нами на протяжении всего турнира. Это был очень классный матч финальный и очень замечательное противостояние. Ну а сейчас финальное интервью, интервью победителей. Очень долго вы шли к этой цели, много-много лет. Ваши ощущения, ваши чувства. Отличные болельщики, отличный напарник. Все сложилось в этом турнире. Отличный турнир мы наконец-то сделали. Это Гарри. Новый приз в коллекции Гарри Андерсона, выговорный матч-плей, чемпионат мира. А вот Кубок мира пока еще нет. И вот он в его руках. Наконец-то вошел в клуб победителей в бандарт в составе сборных. Но он, правда, говорит о том, что спасибо сборной Ирландии, которая заняла второе место. В общем-то, и за то, что они обыграли англичан и голландцев. Молодцы ребята. У них наверняка большое будущее, как сборная. Но сам Гарри Андерсон, конечно же, рад. Потому что очередной титул добавил свою капиталу. Это было очень важно, когда ты был встал на Дигде, не было ли? Да, я думаю, что давайте не перейдем в парню 2-0. Насколько важно было выиграть парню в петербурге в стадии? Питерайд говорит, что действительно, судьба матча решилась в третьем матче. В рамках всей матчевой встречи, когда играли в формате 2-на-2. Был момент, когда Ирландцы могли зацепиться за эту стадию, но Питерайд совершил отличное закрытие, что это восхитило конечный результат того матча. Был классно наблюдать за вами, это уже к Ирландцам обращается к корреспонденту. Стараются, конечно же, ирландцы оставаться позитивными. Все им понравилось на этом турнире, и, конечно, кроме финального матча, и присутствует некое разочарование, конечно, в словах Стива Леннона, но как и без этого, все-таки проигран в финал, так или иначе. Это что-то, которое вы посмотрите на очень-очень-очень. Я смотрю на весь турнир, вы знаете, что, после того матча с Ровным Кроссом, когда он с 117 сделал средний набор на 3-другой, и проснулся ли он с знаменитым на следующее утро? Ну, Вилли говорит, что нет, не просто за знаменитого, конечно, но много писем от болельщиков Санни Степан получил. Ну и очередной дань уважения болельщикам, собравшим здесь на Барклайкарт-арене в Гамбурге, и от Стива Леннона, и от Виллиа Коннера. Отличная игра, отличное выступление, еще раз поздравляю со вторым местом. Выглядит, конечно, расстроенными ирландцы, но не без этого, что поделать. Финал так или иначе проигран, но выступление, по ходу всего Кубка мира, было просто сумасшедшим. Мы достаточно хорошее были по ходу всего турнира, конечно, может быть, я не очень, потому что сыграл в финал, но Питер Райт вовремя перешел на третью передачу, и наконец-то мы выиграли этот трофей. Победители командного Кубка мира 2019 сборной Шотландии Питер Райт, Гарри Андерсон. Приветствуем мы новых чемпионов, но ирландцам пожелаем все-таки насладиться своим действительно выдающимся выступлением. Серебряные медали – это очень здорово. Да, не хватает, кстати, шампанского здесь, вот как-то облиться из Кубка, но это уже, наверное, из разряда каких-то гоностных соревнований. Да, еще долго мы будем вспоминать этот турнир, потрясающий финал. Ну что ж, посмотрели мы практически весь турнир от начала до конца. В целом, очень много матчей, которые хочется вспоминать, и я думаю, что финальный матч никого не оставил его равнодушным. Спасибо, что вы были с нами. Для вас работали комментатор Анастасия Кольцова, наш суперэксперт Александр Агапов. Мы желаем вам прекрасных выходных, до новых встреч на каналах «Матч». Всем спасибо за внимание, до свидания, услышимся, увидимся совсем скоро. Дартс остается на канале «Матч ТВ», «Матч Арены» и «Матч Планеты», я в этом уверен. Матч Анастасия Кольцова, он заявил, что извиняюсь, он был не знаменимет. Мы не знаем, что телефон... Субтитры сделал DimaTorzok